Доброго времени суток, друзья! И приветствую всех на канале Airzone Game. Многим из вас известно, что на платформе ВК ВКонтакте существует множество новостных игровых групп. Ну и вот одна из них, как например Army News, в которой выкладываются новости, связанные с играми Arma, Days, GTA и все в этом духе. Также существует на платформе ВК и группа Virtual News, где точно также можно узнать какие-то новости из мира игр. И если вы еще не подписаны на эти группы, а хотите знать последние новости, то ссылочки на эти обе группы будут в описании под этим видео. Ну а я же, листая эти группы, наткнулся на пост об открытии нового проекта, построенного на базе игры GTA V и располагающегося на игровой платформе Rage MP. Ну и как вы можете заметить, называется данный проект Silence Roleplay. И я бы на самом деле прошел мимо, потому что если зайти в группу и посмотреть дату создания этой группы и первый пост, то будете удивлены, что проект созрел через 17 дней. 31 января была создана группа и первый пост, а 16 февраля проект уже вышел в свет. Какой быстрый проект! Ну и как я сказал, я бы прошел мимо и даже не обратил внимания, но у меня на днях зародился спор, что я показывал проекты на платформе Alt-V. И мне сказали, да там всего три проекта, что ты показываешь, смотри сколько проектов на Rage. И вот мне захотелось бы зайти и посмотреть, а что же открывается на Rage новенького. Ну давайте с вами вместе зайдем и посмотрим. Обзор будет очень быстрым, так сказать, экспресс-обзор. Просто потому что показывать-то особо будет и нечего. Ну давайте обо всем по порядку. Сейчас на своих экранах вы можете видеть меню персонализации проекта Silence Roleplay. А в правом верхнем углу меню персонализации проекта Alex. У меня есть обзор на проект Alex. Сейчас вы тоже это можете видеть. Я его снимал очень давно и уже забыл про него. Но и проект Alex не является уникальным. Проект Alex был в свою очередь переделан из Redag. А тот проект, который мы сейчас наблюдаем, Silence Roleplay, это переделанная Redag в Alex, а из Alex переделанная в Silence Roleplay. Также нельзя сбрасывать со счетов и оригинальный Redage, который тоже еще существует. Таким образом мы видим какую-то круговерть из одних и тех же проектов, из одних и тех же переделанных Redag. Так, ну и таким образом, заходя сюда на проект Silence Roleplay, мы видим все то же, что видели уже на протяжении многих лет. Это и Redage, это и Alex Roleplay и еще куча всего, что было наделано на сборке Redage, которая была когда-то слита в интернет и теперь уже над ней издеваются все, кому не попадя. Ну и этот проект не исключение. Пожалуйста, вы видите меню персонализации этого проекта и проекта Alex Roleplay. Правда, надо сказать, что спустя два дня они поменяли меню персонализации вот на такое, которое вы сейчас видите. Сделано, кстати, оно тоже очень криво и я недавно уже показывал и это меню и эту локацию на проекте Mix, который тоже пытается обхитрить народ и открыться на старой-старой сборке. Ну и точно так же на проекте Silence Roleplay мы появляемся все в той же точке, где и были на Alex Roleplay, да и на других сборках. Получаем несложный квест. Один в один выполнено и меню персонализации. Точно так же один в один сделано и меню персонажа, которое вы сейчас видите. В правом верхнем углу это Alex Roleplay, ну а на основном экране это Silence Roleplay. Я скоро себе язык сломаю с этими названиями. Но тем не менее, вот такие вот проекты открываются сейчас на Rage MP. Переделанные, изнасилованные Red Age. Ну, как я и говорил, обзор будет очень кратким. Что здесь показывать? Это Red Age. Вот вам последняя конечная заставка рабочих занятий. Узнаете? Узнаете. А вот, например, газонокосильщики. Узнаете? Узнаете. Это Red Age. Только опять переделанный, переверченный, перекрученный на какой-то свой лад. Хотя ничего, по сути, не изменилось. Да и не изменится на этих проектах ничего. На переделанных Red Age искать нечего. Но удивило меня совсем другое. Отношение данных разработчиков проекта Silence Roleplay к тому, как они открывают проект. Мало того, что, конечно же, за 17 дней для проекта это вообще ни о чем. Но не будем к этому относиться строго. Потому что мы уже понимаем, что это не проект. Это переделка. Но вот как ребята относятся к тому, как они открываются, меня очень сильно удивило. Когда я зашел, за мной бегало три администратора. И я слышал их шаги. Они были в инвизии, но шаги постоянно были. Топот. Они вокруг меня все время топали. Куда я, туда они. Куда я, туда они. И стоило мне только в микрофон спросить. Ребята, а не подскажете? Они тут же появлялись вокруг меня. Так они мне подарили машинку. Ну, не подарили, а дали покататься. Но меня удивило, что я поехал на одно из рабочих занятий. Я один на проекте. Вы бегаете вокруг меня трое. И я тут же нашел баг. А зачем вы бегаете в инвизии по проекту, когда можно искать баги? Зачем вы ждете, когда кто-то к вам придет и найдет вам баги? Точно так же я показал им баг в мэрии с менюшкой, которая плавает вокруг вас и не выключается. Но почему вы не можете зайти и потестировать свой проект? Вот посмотрите, насколько им насрать вообще на то, что они открыли, что они даже не хотят искать баги. А багов, поверьте мне, куча. Но им самим не хочется ковыряться в этом дерьме, которое они открыли. Они не верят в это говнище. Сами в него не верят. Поэтому просто бегают по проекту в инвизии, прикалываются, чем-то занимаются, кроме того, что надо делать. А надо искать баги. Надо настраивать проект. Надо делать все, чтобы игрок зашел и играл. Но они придуриваются. Они ходят и тэпают машинки, занимаются всем, чем угодно, только кроме настройки и тестирования проекта. Знаете, что они мне предложили? А вот послушайте. Еще в плане, я могу вам, в принципе, выдать деньги, чтобы вы все проверили, что все работает и так далее. На наличии всяких багов при покупке и так далее. Да, не, спасибо, я что-то уже наиграл, сейчас пойду. Ну и вот прикиньте, насколько вот они охреневшие и им лень заниматься и ковыряться в своем же дерьме, что они предлагают мне дать денег, чтобы я ходил и искал баги. Ну не охренели ли вообще вот уже люди-то у нас, а? Вот так вот идет у нас разработка проектов. Мы открываем какое-то говнище баганное, бегаем, прыгаем, хохочем и ищем дурачков, которые будут отписываться по поводу багов. А мы, а мы будем развлекаться. Небарское это дело, в своем говне ковыряться. Вот такой вот, друзья, мой проект. Как я и сказал, обзор будет краткий, показывать здесь нечего. Это опять изнасилованная рыдага, на которую вы можете зайти и поискать баги. Поиграть? Да нет, наверное, пока нет. Ну да, я должен сказать, что они открылись в бета-тесте. Но как проходит бета-тест, я, по-моему, показал. Они стоят и ждут кого-то, кто придет и им все подскажет. А они будут просто получать какое-то удовольствие. Вот такой вот, друзья мои, проект открылся на Rage MP. Ну и как мне вот писали и говорили, что я показываю не то. Ну, раз вам нравятся вот такие вот новые проекты, милости просим, проект открыт. Заходите, играйте, получайте удовольствие. У меня же, господа, на этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...